Классы в школах пустуют, в помещениях очень низкая температура. Внеплановые каникулы у школьников продолжаются. Учебный процесс должны были возобновить уже завтра. Так предполагалось ранее, но сроки вынуждены были продлить. В связи с холодами, по всей стране морозы, по прогнозам, в ближайшие дни температура также будет ниже нуля. Хотя и станет чуть теплее. Министерство образования и науки приняло решение продлить приостановление учебно-воспитательного процесса на три дня для школ с пятидневным режимом обучения. Это 31 января, 1-2 февраля на четыре дня для школ с шестидневным режимом обучения 31 января, 1-2 и 3 февраля. По работе дошкольных организаций, согласно приказу, решения принимаются территориальными органами образования по согласованию с местными органами власти. Учреждения профессионального образования принимают решения самостоятельно. В домах Бишкекчен батареи чуть теплые. Аналогичная ситуация и в госучреждениях. Да, впрочем, практически во всех зданиях города. На ТЭЦ-аваре. Энергетики, как сообщалось ранее, обещали наладить отопление сегодня. Сегодня же санэпидемиологи выдали предписание городскому отделу образования, что в таких условиях заниматься нельзя, как в школах, так и в детских садиках. Возобновление учебного процесса возможно только при нормализации температурного режима в помещениях школ и детских дошкольных учреждений. Санэкадное предписание уже направлено, решение принимается и сегодня будет официально объявлено о том, что так называемые каникулы продлеваются, сроки продления этих каникул пока не определены. Все будет зависеть от того, когда нормализуется тепловой режим. Как только температура будет в школах составлять 18-22 градуса, а в детских дошкольных учреждениях 19-23 градуса, будет отдельно приниматься решение о начале учебного процесса в каждой индивидуальной школе. Синоптиков радует, что азиатский циклон скоро покинет пределы Кыргызстана. Морозы немножко ослабнут, днем станет чуть теплее. Однако температура будет держаться ниже нуля. В ближайшие три дня преимущественно без осадков. А потом ожидаются снегопады по всей стране. Точнее 3 и 4 февраля. Соответственно и температура вновь немножко понизится. Ну от слабого до умеренного. Конечно сильных снегопадов не ожидается, но в принципе будет неплохой снег, особенно в горных, предгорных районах. И небольшие понижения температуры воздуха. Ну ночные часы мы ожидаем до 1-16 мороза, дневная температура будет в пределах 1-6 градусов мороза. В Бишкеке мы думаем 3-го числа очень большая вероятность, что будет снег днем. Только днем и ночью 4-го, возможно, временами снег. И ночные температуры 3-го ожидается в пределах где-то 10-12 мороза. Дневная температура будет, ну может быть, 0-2 градусов мороза. 1-3 градусов мороза. Пятого, конечно, ночью будет пониже, четвертого ночью будет пониже температура воздуха, ну где-то, может быть, до 12 мороза. Дневная температура будет чуть выше, ну может быть, уже будет где-то 0-2-1-3 градусов тепла. В Министерстве образования говорят, что школьникам придется отрабатывать. Программу восполнят позже. Ранее сообщалось, что ученикам придется посещать школу в субботу, даже если они учатся 5 дней в неделю. А вот старшеклассники, у которых учеба обычно идет и по субботам, отработают программу за счет весенних каникул.